На Утретяковке снова намечается культурная революция. Успех выставки Серова готовится повторить экспозицию, приуроченную 200-летию Айвазовского. Открылась она сегодня, и попасть туда посетители могли только по предварительно купленным билетам. Таким образом, организаторы хотят избежать огромных очередей, которые были на выставке Серова, при этом обещают, картины мариниста увидят все желающие. На Айвазовского уже продано больше 20 тысяч билетов. Их смели за пару дней. И посетители в один голос говорят, что в первую очередь они хотят своими глазами увидеть картину «Девятый вал». «Девятый вал» однозначно. А чем так она вас привлекает, очаровывая? Ну, немножко соответствует как бы так нашей жизни, мне кажется. Такой же бурный, активный. И, в принципе, луч света, который ведет, всегда есть, слава богу. Благодаря таким замечательным друзьям и такой замечательной компании. Сможет ли выставка Айвазовского обогнать по популярности такую же Серова? И сколько денег приносит музейный ажиотаж Третьяковской галереи, разбиралась Алифтина Пинкальская. Айвазовский может побить рекорд Серова, если только не помешает хорошая погода. И москвичи выберут не культуру, а дачу. Примерно так оценивают эксперты открывшуюся выставку в Третьяковке. Еще до начала ее работы на Айвазовского было куплено более 20 тысяч билетов. Как через интернет, так и в кассах. Галерея впервые в истории вела предварительную продажу. В случае с Серовым ее не было. Но тогда за первую неделю ретроспективу посетили 25 тысяч человек. Население подмосковного городка, например, Апрелевки. Кажется, у Айвазовского есть все шансы побить вот этот рекорд, судя по цифрам предварительной продажи. Но тут есть один нюанс. Билеты через сайт теперь продаются не с открытой датой посещения, а на конкретное число. И более того, на конкретное время. Так что мы не можем быть уверены, что все купившие билеты люди собираются в музеи в ближайшую неделю. Но попробовала и я купить билеты онлайн. Но первый день работы выставки, сайт Третьяковской галереи, то ли завис, то ли билеты закончились. Но вот давайте прямо сейчас посмотрим. И что я вижу? Уже появился вот этот вот раздел, входной билет на выставку Ивана Айвазовского. Ранее его не было. Буквально, наверное, только перед моим выходом в эфир, зайдя на сайт Третьяковской галереи, как раз таки вы можете тут и приобрести билет. Но что касается стоимости, то она осталась прежней. Полный билет стоит 400 рублей. Льготный, например, для пенсионеров или для студентов дневных отделений вузов, существенно дешевле. 150 рублей. Есть и бесплатная опция для тех, кто младше 18-ю, но также для инвалидов, солдат-срочников, художников, ну и ряд других категорий. Продлится выставка Ивазовского до конца ноября, то есть примерно 4 месяца. Столько же была открыта и экспозиция Серова. За все время работы ее увидели почти полмиллиона человек. А это рекорд не только посещаемости, но и прибыли. По оценке экспертов, Третьяковская галерея заработала на выставке Серова более 90 миллионов рублей. Основной доход принесла ожидаемая продажа билетов. Но что интересно, полную цену 400 рублей заплатили совсем немногие. Более половины посетителей были пенсионеры и прочие льготники. Еще 100 тысяч имели право на бесплатный визит. Так что полный билет купили всего 43 тысячи человек из 500, я напомню. Но даже это позволило музею заработать на билетах 70 миллионов рублей. Но еще одна статья доходов – это продажа печатных каталогов. Они стоили совсем не дешево, около 3 тысяч рублей за штуку. Куда потом пошли все эти деньги, не раскрывается. Но обычно собственные доходы музея оставляются в бюджете учреждения. Кстати, интересно, что еще год назад гендиректор Третьяковки жаловалась, что Минкульта выделяет из федерального бюджета недостаточно денег на галерею. И все выставки проводятся на спонсорские средства. В том числе на эти деньги была организована и экспозиция Серова. Но не секрет, что ажиотаж вокруг той выставки начался после визита президента. Но справедливости ради стоит отметить, что рекорды посещаемости экспозиция била и до этого. Пока неизвестно, заинтересуют ли Айвазовские первых лиц государства. Но у нашего знаменитого мариниста есть и свои сильные стороны. Во-первых, его пользу играет уже возникшая в столице мода на музее. Но, во-вторых, все больше знаменитостей. Он больше знаменит, в том числе и за границей. Его выставка может вызвать больше интереса у туристов. Ну и в-третьих, если и стоять в очереди, то приятнее это делать летом, а не зимой. Абонир. 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 Продолжение следует...